Всем доброго! Будем рассказывать сержу, демократующего именно Креп Павлевича. Да, всем добрый вечер! Очень рад со всех себя! Я расскажу о теме, которая меня, как и многих специалистов IT-отрасли, очень сильно занимает в последнее время. Где-то с поздней осени и с ранней зимы появилось еще множество публикаций на эту тему, поскольку новая загадочная электронная валюта биткоин, не похожая ни на что, что мы видели раньше внезапно, взлетела в цене аж 10 раз буквально за неделю. Можете гранди посмотреть. Но стремительный рост цены — это не самое интересное, что здесь есть. Интересно, что она решила некоторые очень фундаментальные проблемы, которые существовали в Computer Science. И поскольку эти проблемы теперь решены, можно будет делать много разных новых штук, которые раньше мы их себе не представляли. Вот. Сможете насладиться эпиграфами от двух замечательных людей. Первый — это пионер IT-индустри, разработчик первого веб-браузера с графическим интерфейсом, который положил начало стремительной популяризации веба, как мы его знаем, Марк Карлес. Теперь он занимается инвестициями в биткоин и чрезвычайно этим делом увлечен. А второй — это принадлежит создателю биткоина, личности которого мы не знаем, мы знаем только псевдонимы, и которые жалуются на то, что чрезвычайно сложно эту систему описать, поскольку она в своем роде единственной ни на что не похожа. Но я все-таки попытаюсь, надеюсь, что у меня что-то получится. Чтобы понять, в чем заключается собственная инновация, давайте подумаем над тем, что такое деньги, и почему мы расплачиваемся такими бумажками, мы считаем, что они представляют ценность. Если мы заглянем в Википедию или в учебник по экономике, то мы увидим, что главная функция денег — это мера стоимости, средства обмена и средства накопления. Люди, которые говорят, что средства платежа должны обязательно обладать некоторой внутренней ценностью, как золото, например, которое используется в промышленности, в ювелирном деле, они, в общем-то, не совсем правы, потому что деньги, в конечном итоге, есть то, что хорошо выполняет функцию денег. И если человек готов обменять реальный товар или реальную услугу на некие символы, он делает это только потому, что верит в то, что эти символы и в булочи будут сохранять свою ценность, и он на них сможет на очень что-то ценное купить. И все больше и больше людей во всем мире в этом смысле верят в гадкой, верят в его ценность и вкладываются в него. Почему нас не устраивает то, чем мы расплачиваемся сейчас? Все денежные системы современные утечительно централизованы. В каждой стране есть центральный банк, в Америке, например, федеральная резервная система, которая хоть формально не под контролем американскому правительству, но по факту-то не понимаем. Но в любом случае это централизованный орган, который обладает исключительной властью принимать решения в области денежной политики. Правила эти непрозрачны, широкому группу людей неизвестны, и миссии денежных знаков производятся, в общем-то, произвольно, исходя из какой-то политико-экономической конъюнктуры. Сказать, сколько сейчас находится в обращении долларов, сколько их будет в обращении через год, через 10 лет, совершенно невозможно. Из этого следует инфляция. Существует чрезвычайно много правил, различных регуляторов, которые не позволяют так просто взять и прямо сейчас перевести миллион долларов в Индонезе. Но это довольно сложно сделать сейчас. И самое главное, это не удовлетворяет требованиям интернет-экономики. Когда у нас в информационном поле стерты все границы, информация за секунды пересекает зимой шар, довольно странно довольствоваться такими медленными и старомодными деньгами, которыми мы расплачиваемся сейчас. И даже кредитные карточки, которые можно платить через интернет, были созданы 50 лет назад, когда никакого интернета и в помине не было, и для него, очевидно, не предназначено. Было бы здорово создать децентрализованные цифровые деньги. Почему цифровые? Это круто, понятно. Это быстрая передача, очень легкое хранение, делимость на очень мелкие части. Почему так важно, чтобы они были децентрализованы? В отличие от того, что есть сейчас, это даст нам возможность организовать общий свод правил, который был бы известен всем, и организовать такую систему, которая была бы не подконтрольна никакой отдельно взятой организацией, ни государством, ни человеком, которая таким образом работала бы на общее благо. И что самое важное, и в чем и заключается загвоздка и проблема, хочется создать такую систему, при которой между участниками сети не требуется доверия. Когда мы пользуемся услугой банка и через банк перечисляем кому-то деньги, мы вынуждены поверить в то, что банк не сбежит с нашими деньгами. Вот хочется сделать такую систему, которая бы доверие абсолютно бы исключала, чтобы абсолютно незнакомые люди могли этой системе доверять и между собой передавать какую-то ценность. Это и было сделано. Мне также представляется интересная аналогия с развитием файлобменных систем. Если знаете, в 1999 году американский студент создал сеть Namster, которая очень быстро набрала популярность, которая позволяла обмениваться файлами пользователями друг с другом. Но уже через два года, в результате судебного выиска группы Metallica, сеть была закрыта. Почему это вообще удалось сделать? С одной стороны, эта сеть децентрализована, и отмен самими файлами происходил между участниками сети без участия центрального сервера. Центральный сервер координировал эту работу и сообщал участникам, у кого какие файлы есть. И прервав работу центрального сервера, вся система была разрушена. Но в 2001 году был создан всем вам, наверное, известный протокол BitTorrent, которым мы пользуемся по сей день, который по разным оценкам занимает от 30 до 50% мирового интернет-трафика, и закрыть который невозможно по той простой причине, что это не сервис, а протокол. Это всего-навсего некий набор правил, следуя которым компьютеры могут обмениваться между собой информацией, собирая кусочки файлов по всей сети. Такую же аналогию можно провести и с деньгами. Существовала такая крайне интересная система Liberty Reserve, которая была создана выходцем, что интересно, из Украины. В США, в юбисдикции Коста-Рики, он создал некий платежный сервис, где предъявлял очень низкие требования к идентификации личности пользователя. И поэтому сервис не искал большую популярность в криминальной среде, и в 2013 году был американскими властями закрыт по этой причине. Но, опять-таки, почему это удалось сделать? Потому что была единая компания, был известен человек, который этим владел и управлял. В биткоине нет ничего подобного. Это точно так же протокол, а не сервис. И на базе этого протокола сервисы разрабатывают уже сторонние разработчики. Этим он интересен и ценен. Загадочная личность Сатоши Накамото. Это псевдоним человека или группы людей, которые создали и запустили эту систему. Вот вы можете почитать некоторые факты, которые мы о ней узнали. По сути, больше ничего не известно. По косвенным признакам, этот человек не молодой, скорее, среднего возраста, скорее всего, выходит из академической среды, потому что он хорошо пишет на английском в научном стиле и на лету с запуском системам публиковал научную работу, которая ее обвисывает. И в какой-то момент, запустив сеть и передав право разработчика Верину Андрессону, которого вы увидели на фотографии со стычками и банкнотами, он исчез со всех форумов и с тех пор никаких сигналов не подает. С исключением сообщений, которые он оставил на форуме весной этого года, опровергнув расследование журнала Ньюси, которое якобы нашло настоящего Накамото. Вот эта фотография того человека, который нашел Ньюси, такая обработанная, он свою причастность отрицает, скорее всего, это действительно не он. Но нам не так важно это знать, потому что система есть, она работает, она открыта, и кто ее создал, этот интерес представляет скорее исторический, чем реально влияет на работу системы. Теперь наконец-то обсудим то, как это все работает. Если мы задумывались над тем, зачем вообще нужна финансовая организация, зачем нужен банк, то это такой, чтобы хранить и обновлять книгу учета денег. У кого сколько денег, кто кому должен. Если мы хотим разработать систему распределенную, значит наша задача хранить эту информацию распределенную, скопировать ее множество раз, раздать всем участникам, и хранить таким образом, как файл в сторону сети. Тут возникает следующий интересный вопрос. Кто ее будет обновлять и как? С одной стороны, нельзя давать какому-то участнику или каким-то участникам эксклюзивные привилегии на обновление этой книги, иначе мы будем двигаться в сторону централизации, чего мы хотим избежать. С другой стороны, если все ее будут обновлять, то как же она будет синхронизироваться? Это фундаментальная проблема, которая была решена. Но вначале остановимся на таком вопросе. Если у нас есть сеть, в которой пользователи перечисляют друг другу какие-то деньги, как запретить пользователей тратить чужие деньги? Как организовать систему авторизации, учитывая, что у нас нет центрального сервера, где могли бы храниться учетные записи, имена, пароли и все такое прочее? В сети Биткоина этот вопрос решен с помощью широко известной пиблиографической техники, которая называется «система с открытым ключом». Идея в том, что существуют алгоритмы, которые могут порождать пары чисел, которые связаны между собой таким образом. Они называются «уключаемые числа». Среди них есть открытый или публичный ключ и закрытый или приватный ключ. Из приватного ключа можно легко получить публичный. Наоборот, сделать не получается. Как происходят транзакции в сети Биткоина? Если Алиса хочет послать Бобу один Биткоин, она отправляет все сообщения. «Я, Алиса, хочу послать Бобу один Биткоин». И присоединяет к этому сообщению свою электронную цифровую подпись. Некий кусок данных, который она получает с помощью специального алгоритма и своего закрытого ключа. В системе Биткоин открытые ключи служат адресами для переводов, а закрытые ключи служат источником цифровых подписей, которые позволяют потратить деньги. То есть все участники сети, зная открытые ключи Алисы и видя ее сообщение, могут легко проверить, что она действительно обладает нужным закрытым ключом, действительно подписала эту транзакцию. Вместе с тем, другие участники сети приватные ключи Алисы не видят, и, соответственно, потратить ее имени деньги никак не могут. Основная особенность этой техники, что проверить подлинность транзакции очень легко, а поделать ее очень случайно сложно. На этом алгоритме построено очень многое шифрование, и система онлайн-банкинга, защищенное интернет-соединение, система испытанная, работает давно и во многих местах. Куда рассылаются эти ключи? Сообщение рассылается шерковичательным способом в сеть. Все его получения. А приватный ключ когда посылается? Приватный ключ не посылается никуда. Он хранится у человека и используется только для подписывания транзакций. Его не нужно никак посылать. Нужен только открытый ключ, чтобы проверить подлинность подписа. То есть приватный ключ – это просто подпись? Ну, это штука, из которой получается подпись. Подпись уникальна для каждой транзакции. Подпись – это функция от приватного ключа, публичного ключа получателя и свойств транзакции. Вот так обеспечивается механизм авторизации. Но есть еще более сложная проблема. Как запретить тратить деньги дважды? Представьте себе ситуацию, когда пользователь одновременно и почти одновременно создает две транзакции, которые по разным адресам переводят одни и те же деньги. Если бы у нас был центральный сервер, куда бы они приходили в определенном порядке, то все было бы легко. Мы первую транзакцию обслужили, а вторую транзакцию обслужили, поскольку денег не хватило. Если у нас есть децентрализованная, мы никак не можем рассчитывать на то, что транзакции дойдут до какого-то узла сети в определенном порядке. Поскольку интернет так построен, что маршруты выбираются на ходу, компьютеры могут подключаться и отключаться от сети, недобросовестные пользователи могут подделывать современные метки на своих транзакциях. Ничему этому нельзя доверять. И возникает фундаментальный вопрос, который известен как проблема двойной трампы. Как децентрализованные сети препятствовать такому поведению? Собственно, это ключевая проблема, по которой децентрализованные идеи не удалось создать, по крайней мере, на протяжении 20 лет, а идеи такие высказываются в 80-х годах. Давайте постепенно рассмотрим, как это реализовано. Биткоин, та самая книга учета, у кого сколько денег, хранится не в виде баланса, у кого сколько денег сейчас, а в виде транзакций. Кому сколько денег ушло, какой уровень времени. Это некоторые общие слова. Дальше будет раскрыт более подробный смысл каждого из них. Каждую транзакцию любой пользователь может проверить на то, что она соответствует правилам, и путь каждого биткоина можно просветить вплоть до момента его рождения. О том, как это происходит, тоже будет рассказано позже. Транзакции хранятся в распределенной книге не как попало, а в организованной структуре, которая называется цепочка блоков. Несколько транзакций собираются в блок, блоки выстраиваются друг за другом, каждый связан определенным образом с последующим и предыдущим. Они образуют аналогическую последовательность. Некоторым образом, который будет описан подробно далее, обеспечивается следующее сводство, что все транзакции в блоке N-1 точно случились позже, чем все транзакции в блоке N. Таким образом выстраиваются те самые хранологические последовательности. Чем же занимаются участники сети? Они вылавливают из сети те самые сообщения о том, что Алиса хочет поставить биткоин, которые еще не вошли ни в один из блоков. Проверяют, что действительно Алиса может это сделать, недостаточно денег и пытаются продлить цепочку, то есть собрать свежие транзакции в блок и присоединить блок к концу цепочки. Но это может сделать не любой, а только тот, кто решил определенную задачу, связанную с данным блоком. Решил задачу, присоединил блок. И так цепочка растет. Что же это за задача? Для того, чтобы понять, что это за задача, нужно осмотреть понятие криптографической кэш-функции. То есть некого алгоритма, который из произвольных данных, в общем, произвольного объема, порождает число в определенном диапазоне. Про эти функции известно, что с огромной вероятностью, которую можно считать стопроцентной, для разных данных итоговые строчки будут разные. Невозможно по значению кэш-функции что-либо сказать о том, что было на входе. И также невозможно, не рассчитав кэш-функцию, сказать, что у меня есть о ее значении по входу. Можно только ее посчитать и посмотреть. Вот в качестве иллюстрации две фразы, отличающиеся только точкой в конце. Конечно, от них абсолютно разные, совершенно не похожи. Так вот, чем же занимаются участники сети? Есть некая криптографическая кэш-функция. У каждой транзакции и у каждого блока транзакций есть свой идентификатор, который уникален и который представляет собой хэш из содержимого соответствующих структур. Есть число t, которое в данный момент представляет собой константу для всей сети. Время-тремень меняется эта константа, но об этом чуть позже. И участники сети решают следующую задачу. Они соединяют идентификатор последнего на данный момент блока нескольких свежих транзакций, которые еще не вошли в блок. И магического числа n. Берут от этого хэш и сравнивают его с числом t. Пытаясь добиться того, чтобы хэш был меньше, чем t. Поскольку про хэш ничего нельзя сказать заранее, единственный способ этого добиться это перебор. Нужно брать разные числа, подставлять их на место переменной n и считать, считать, считать. Пока не сойдется. Как только сошлось, результат этого расчета рассылается в сеть, остальные пользователи проверяют, что действительно число подходит, и новый блок присоединяется к цепочке. В дальнейшем пользователи будут уже этот блок считать последний. Так цепочка продлевается. Вот за вопрос. Да. А что произойдет, может быть маловероятно, но все же, что произойдет, если группа суперкомпьютера почти одновременно посчитали? О, про это следующий слайд. Что делать, если цепочка раздвоилась? Не обязательно даже суперкомпьютер, просто два пользователя в разных концах света почти одновременно нашли разные решения этой задачи. В этом нет ничего страшного, нужно просто подождать, пока одна из цепочек не будет продлена. Фактически происходит своего рода голосование среди участников сети о том, какую цепочку считать правильной. И правильно считается та цепочка, на вычисление которой затрачено больше компьютерной мощности вычислительных. Ведь для добавления цепочки каждого блока нужно перебрать кучу значений n, чтобы найти нужный хэш. Значит, если у нас в какой-то момент из двух конкурирующих цепочек одна продлилась, значит в нее вложено больше мощности. И поэтому ее считают правильной. Таким образом участники голосуют за правильность цепочки, но не по принципу один человек – один голос, а если огрублять один процессор – один голос. То есть, чем большей мощностью вычислительной ты обладаешь, тем больше вес твоего голоса. Таким образом, мошеннику нужно обладать невероятно вычислительной мощностью, чтобы протолкнуть свою версию цепочки в качестве правильного. Ну, а те транзакции, которые остались в фиолетовых альтернативных цепочках, которые не вошли в главную ветру, они помечаются как неподтвержденные и попадают все в тот же курс верхней транзакции и пройдут в один из следующих блоков. То есть, они не пропадают, ничего с ним не происходит. Можно ли спочку подделать? Подделать спочку нельзя, потому что свойственными кэшпункцией все транзакции так связаны со своим блоком и все блоки так связаны с соседними блоками, что изменение хотя бы одного бита хотя бы где-нибудь приведет к лавинообразному нарушению всех последующих кэшпункций. Поскольку участники постоянно проверяют новые транзакции на корректность и включают их в блок, только если они действительно правомерны, цепочка с поддельной транзакцией просто не будет признана правомерным. Если централизованной системе подделать означает изменить данные в какой-то одной базе, то децентрализованной системе подделать означает убедить, по крайней мере, большинство участников, что ты прав. Это, мягко говоря, нереально. Но есть хитрый план сценарий наиболее вероятной атаки на криптовалютную сеть. Мы покупаем что-то за биткоины, перечисляем их продавцу. Продавец нам отдает товар. Это легче всего, если товар цифровой и пересылается туже. Мы создаем новую транзакцию, в которой наши деньги возвращаем на свой же адрес. И запускаем наш мощный суперкомпьютер, который у нас в подвале стоит, и начинаем быстро-быстро считать новые блоки, пока втайне от всей сети. Если мы после того, как мы получили товар, опубликуем нашу альтернативную цепочку, и если она в этот момент времени будет длиннее, чем цепочка, которую считается остальная сеть, то она будет признанно правил, поскольку она длиннее. И деньги, которые продавец думал, что ушли к нему, на самом деле, уйдут обратно к мошенникам. Но насколько реально это сделать? Главная идея в том, что на короткой дистанции злоумышленник должен обогнать всю остальную сеть и насчитать больше блоков. В работе Сатоши Накомодов, который написывает в принципе работы биткоина, проведен анализ вероятности успеха такой атаки в зависимости от того, какой вычислительной мощностью обладает злоумышленник. Чтобы гарантировать успех такой атаки, нужно обладать как минимум половину такой мощности, что невообразимо много. еще примерно год назад суммарная мощность сети биткоин превысила суммарную мощность 500 мощнейших суперкомпьютеров планеты Земля. Это сравнение в каком-то смысле не совсем корректно, но оно корректно в том смысле, что даже если все мощнейшие суперкомпьютеры запрячь на эту задачу, протолкнуть свою версию цепочки, то они все равно не справятся. Так что это тоже довольно мало гаража. Когда ты протолктипишь свою версию, то есть это предпринимание, что ты в эту сеть можешь сразу пикнуть много блоков? Да, но тебе их нужно рассчитать. Почему они не ограничивают количество блоков, атомарную операцию? Атомарные? Ну, когда ты будешь пихать все свои блоки, в этот же момент может запихнуться то, что люди скосторонние делают. Вот и те, что у тебя как бы мощность больше по этому не пропихнет. Ну, когда ты будешь пропихивать, то пропихнет, не только твои блоки, но и все. Почему это сработает? Почему это работает? Нет, нет. В шрицах, ну, ты типа продлеваешь цепь, да? Да. Ну, может быть, когда ты продлеваешь эту цепь, пока ты отправляешь вот эти свои блоки, параллельно с этим кто-то еще пошлет хотя бы один блок. То есть, хотя бы один посторонний блок сразу разрывается все твои монеты. Нет, почему? Нет, почему тогда? Сейчас. А есть маркет? Нет. Нет. Нет, тогда будет вариант вилки, где с одной стороны один блок, а с другой пять. Ты все равно обогнал, потому что все. Тебе нужны. Да, да, да. Вот. Также крайне важный аспект, как меняется сложность. Тот самый параметр t, с которым сравнивается кэш. Он меняется динамически. Действительно, если все массы закупятся дорогим оборудованием и будет слишком быстро считать кэш, тогда блоки будут возникать слишком быстро. Наоборот, если все забросят это дело, блоки будут слишком медленно возникать. Для того, чтобы сохранить постоянную скорость образования новых блоков, почему это очень важно, будет, наверное, на следующем слайде. Сеть раз примерно в 12 дней автоматически меняет сложность с таким расчетом, чтобы новые блоки образовывались примерно каждые 10 минут. Вот. График изменения сложности сети биткоина не очень интересен, поскольку он делает вот так. Вот. А это график изменения сложности второй подлечения к валютам Litecoin. Видно, что здесь отрицательная обратная связь работает. он в целом повышается, сложно сидеть, поскольку все больше людей в этом заинтересованы, но в какие-то отдельные моменты могут падать. А что там? А там спад какой-то? Спад почему-то после Нового года произошел, не знаю почему. В сентябре после Нового года. Вон там где-то, в феврале. Ну да. Ну непонятно. В феврале вообще много было таких новостей, с этим связано. Возможно кто-то разочаровался. Вот. Сам интересный вопрос. Что такое майнинг и откуда берутся биткоины? Какова вообще причина, по которой люди загружают свои компьютеры вычислением хэшей и подтверждением корректности транзакций? А причина просто так. За каждый найденный блок тому, кто его нашел, автоматически зачисляется награда. Сколько это биткоин? Эта награда регулярно уменьшается вдвое. Примерно каждые 4 года. Из чего несложно заключить, что общее количество биткоинов в обороте не может превышать заранее известное число. Это примерно 21 миллион. Существует график, который показывает количество биткоинов в обращении вплоть до 2140 года, когда они все будут добыты. что чрезвычайно удобно, поскольку всем известно, что если ты владелец одного биткоина, ты владелец одной 21 миллионной всей возможной денежной массы. Если ты владелец одного доллара, ты понятия не имеешь, владелец ты какой доли общей денежной массы доли. Чем это также замечательно? Что это очень справедливо распределяет свеженопечатанные биткоины. Кому, казалось бы, должны доставаться новые деньги? А понятно для того, кто больше приложил усилий, больше вложил своей компьютерной мощности в то, чтобы обеспечить безопасность транзакций. Ведь чем мощнее сеть, тем сложнее отдельному злоумышленнику пытаться провернуть ту атаку, которую я описывал раньше. Если у тебя мощный компьютер, значит, больше вероятность того, что ты найдешь блок первым и выиграешь награду. Майнингом люди занимались на очень разных вещах. Исходя из реплик Сатошина Коврота на форумах, он предполагал, что люди будут заниматься на обычных домашних компьютерах, на обычных центральных процессах. системы. Но быстро выяснилось, что если взять программу под графический процесс, то это будет происходить гораздо быстрее. Что и было проделано, после чего майнинг на центральных процессорах стал не быть. Потом, по мере роста стоимости биткоина, появились компании, которые стали зарабатывать специализированные устройства, которые умеют только рассчитывать в хэш специального вида и больше ничего не умеют. Зато делают это очень быстро. И сейчас именно такие устройства на специализированных инфекальных схемах захватили рынок и добывать биткоин на чем-либо другом уже не окупает даже затрачиваемое электричество. Вот на картинках видите, какие экзотические формы такие устройства могут принимать. Раньше это все выглядело так. Типичный что называется майнинг-рик компьютер в открытом корпусе, где к одной материнской плате специальные удлинители прицеплены 7 мощных видеокарт каждая по 3 гб оперативной памяти от производителя AMD Вот здесь, кстати, спор между производителями видеокарт Nvidia против AMD разрешился однозначно в пользу AMD и они оказались для майнингов несколько раз эффективнее. Вот такие особенности архитектуры. Разрезает эта штука очень много энергии у него стоит обычный домашний вентилятор, который ее охлаждает. В общем, на этом добывался биткоин, наверное, до прошлого года. А сейчас это выглядит примерно так. Промышленного размера серверное, охлаждение как в МПУ суперкомпьютер отдельное охладительное устройство на улице стоят, миллионное вложение и миллион долларов дохода в день. Это, по-моему, в Гонконге пока что. Но не только, в Америке. Поскольку биткоин это открытое ПО, любой может что-то изменить в нем и выпустить свою версию. Таких версий есть, если не тысячи, то, по крайней мере, за сотни точно. Некоторые самые известные описанные вы можете про них почитать. Замечательная история случилась с биткоин названием Dogecoin или Dogecoin не знаю, как правильно произносить. Садекли, который прицепили к лайткоин логотипу популярной в интернете собачки очень симпатичной и внезапно взлетели и вошли в десятку самых распространенных криптовалют. А вот в чем, собственно, бонусы, что нам биткоин дает сейчас. Мы можем за секунду перевести 2$ в Индонезию. Ну, за секунду не за секунду, но, по крайней мере, через 10 минут этот перевод будет подтвержден еще в Индонезии и может это получиться. Попробуйте это сделать через банк. Мы имеем вот... Но все-таки через 10 минут он получит одно подтверждение. В среднем через час будет 6 минут. В общем, вопрос о том, сколько ждать подтверждений, чтобы считать транзакцию, совершившись, это вопрос договора получать или отправить. В зависимости от... Видимо, если миллион переводится, надо доказать подборщину. Надо доказать подборщину. Но через банк я не знаю, сколько дней занято. И вообще можно это сделать. Вот. Мы имеем кошелек, который не спрашивает вашего паспорта. Вы можете завести сколько угодно на биткоин адресов. Забавно, что для этого даже не требуется соединения с сетью, поскольку множество бесконечно велико, что они просто генерируются по некому рандомному алгоритму. Не требуется никого обещать, что это ваш адрес. Мы имеем... Ну, в рекламах часто говорят нулевую, на самом деле не совсем нулевую комиссию, но, в крайней мере, комиссию гораздо ниже, чем у операторов платежных кап, которые берут обычно 23% под биткоин, это точно меньше одного. Никто не может заморозить счет, никто не может отменить транзакцию. Если она ушла, то только добрая воля получателя может помочь вам получить деньги обратно, если вдруг ошиблись. Это, с одной стороны, плохо, но это очень хорошо, потому что все продавцы, если торгуют через кредитные карты, закладывают в стоимость товара возможные потери от мошенничества с кредитными картами. Соответственно, в случае расчета через биткоин такой статьи расходов просто нет. И, наконец-то, мы получаем работающий метод микроплатежения, что очень важно для интернет-экономики, потому что с биткоином можно легко и просто, например, заплатить 1 рубль за то, чтобы прочесть статью в интернете. Через кредитную карту это сделать сложно и дорого. Комиссия будет больше, чем сам перевод. с биткоином мы можем развивать бизнес-модели, которые базировались на микроплатежах. Извините, там же минимальная комиссия типа 5 тысяч или сколько? Ну, там нет такой штук, как минимальная комиссия. Фактически размер комиссии кличет добровольно и она влияет только на скорость, с которой транзакция будет подтверждена. Но могут быть настройки. Дефолтная реализация там только минимальная комиссия 5 за то, 6 за то. Ну, что-то вроде того. Существуют платежные операторы, которые работают поверх биткоина, которые могут принимать микротранзакции, обрабатывать их внутри себя и уже потом начать цепочку. Так что это просто еще один сервис по этому. Ну и что нам будет это дальше? Очень много разных задач стоит перед разработчиками, которые этим занимаются. Нужно сделать несколько доступнее работать над интерфейсами, поскольку некоторые вещи не очевидны сейчас для человека. Не очень технически грамотно. Также существует проблема с биржами. Если вы хотите купить и продать криптовалюту за рубли и доллары, часто можно наткнуться на мошенников. Крупнейшая биржа все почему? Потому что это дает некоторые новые возможности, которых не было до сих пор, и представляет в себя открытое и свободное программное обеспечение, которое каждый может скопировать на базе которого каждый может сделать свою настройку и построить свой сервис. Не требуется никаких разрешений, можно просто скачать код и начать работать. Многие сравнивают состояние криптовалют сейчас с состоянием интернета в начале 90-х, когда еще не было Google, Facebook, YouTube, но когда специалистам уже было ясно, что это что-то, что вырастет очень важным для всей мировой экономики речи. Примерно год там 94-95. Вот. Если кто-то заинтересовался, вот ссылки на несколько сайтов, которые я по этой теме читаю, дробь слушаю, ну и смешной комикс и смешной комикс. Высмеивающий неудачливых спекулянтов, теряющих свои биткоины на биржевой торговую. Вот. Если кто-то хочет не перечислить биткоинов, можно делать это сюда. Вот. А если кто-то есть вопросы, можете их задать. Сейчас фотка из Москвы? По-моему, нет. Ну, без интернета. Готовы вопросы? Тебя полгода. Есть ли какой-то канонический ответ на вопрос, кто будет проверять транзакции в 2100-2100? А, на это есть канонический ответ. Если сейчас майнеры занимаются проверкой транзакции ради получения награды за блок, по мере того, как награды за блок будет уменьшаться и делать это будет становиться менее выгодным, они будут просто повышать комиссию. Дело в том, что комиссия, которая на добровольной основе включается в биткоину транзакцию, переходит к тому майнеру, который нашел урок, подтверждающий эту транзакцию. И майнер может по своему усмотрению проверять или все транзакции, или только те, где комиссия не меньше определенной величины. Это просто некий рыночный механизм, который запустится, как только награда за блок уменьшится до такой степени, что заниматься этим будет не выгодным. Но, опять-таки, наград за блок уменьшается, но цена от биткоина растет, есть такая вероятность. Так что? Да. Я правильно понимаю, что чем меньше народу использует, тем она хуже, тем медленнее работает, тем меньше настомерность? Нет. Скорость раз в 10 минут остается прилежнее. Нет, не сложно. Если биткоина пользовалась всего 3 человека, то для проверки той или иной транзакции это увеличение достоверности предполагает увеличение количества проверок. Я не могу спросить. Если трое человек в сети, и они торгуют друг с другом, то каждому придется делать больше операций. Каждому компьютеру придется. Нет, ну слушай, если они так же, как сейчас, отправляют 60 тысяч транзакций в сутки, тогда действительно очень много работы предстоит, но среди трех человек не такое большое количество транзакций. там сложности регулируются. Если у тебя слишком редко было, там новые присоединяются, то... Скорее сказать, надо разделять. Есть два разных аспекта. В самом себе, проверка транзакций имеет ли право человек, есть ли у нас столько денег, как бы говоря. Эта работа очень простая, она выполняется там за секунду, поскольку эти хэши образуют такое, особым образом построенное дерево, в котором индексация очень быстро происходит. А чтобы это не происходило чересчур быстро, на это еще наивершено так называемое доказательство проделанной работы трубок-мод, это расчет хэшей. Это некая искусственная задача, которая специально, как балласт, становится со временем тяжелее или легче, чтобы сбалансировать систему, чтобы она работала на какой-то постоянный исход. Сама все проверка занимает малое время. У каждого записано? Есть разные виды биткоин-клиентов. Канонический клиент, который разработал некомод, который сейчас обрабатывается, когда ты его первый раз запускаешь, он синхронизируется с сетью, скачивается на компьютер всю историю транзакции за все время. Это типа 20 гб. есть так называемые легкие клиенты, которые скачивают только последние сколько-то транзакций, не такой большой объем, что признается достаточным для того, чтобы расплачиваться и подтверждать транзакции. Но чтобы сеть работала в полной мере, должны быть люди, которые держат вся всю историю для дачи именно майнера. На этих мощных компьютерах специальных устройствах это все хранится точно. А на пользовательских компьютерах это хранится по желанию. То есть если будет очень много людей это использовать и очень часто, то объем информатики, которые придется хранить, тоже будет увеличиваться. Ну да. Буквально сегодня, придя сюда, я слушал запись выступления до недавнего времени ведущего разработчика Биткоина Герина Андресона, того человека за спичкой, который сказал, что одной из актуальных задач является увеличение вообще объем информации. И он упомянул такое число, к которому мы видим, мы довольно скоро придем, как блок размеров в мегабайт. Блок размеров в мегабайт это 6 мегабайт в час, это 100 с чем-то мегабайт в сутки, это типа мегабайт за неделю. Вообще это многовато. И вот они думают над тем, какие надо параметры подпустить, чтобы это или как-то сжимать, или... Ну понятно, что майнеры могут закупить нас дальше своих миллионных доходов, еще десяток жестких дисков, и хранить это все. Смотри, я правильно понимаю, что в перспективе в принципе майнинг станет все меньше и меньше кустарным, сделан кустарным, так и все. Сейчас происходит практически. Ну да, но в будущем еще сильнее. В будущем это будет уже такой отдельный бизнес с возможностью не очень большим количеством игроков. Ну вообще это не сейчас происходит. Тот, который я не затронул, это то, что вообще централизация уже происходит не только на уровне больших тех ферм, которые занимаются майнином, но и на уровне так называемых пулов. Поскольку занимается этим очень много людей, то шанс получить награду за блок, даже если у тебя очень мощное устройство стоит, он минимален. Поэтому, чтобы получать пусть небольшой, но стабильный доход, люди объединяются в пулов, где они свою мощность соединяют вместе, пул находит блок и распределяет награду по участникам в соответствии с их мощностью. И это тоже проблема, потому что в мире пулов тоже царит айгархи. Там буквально 5-6-7 пулов занимают процентов 90 мощностей. И так существует опасность. Там стоит... 90 мощностей от мощности всех пулов? От мощности всей сети. Подожди, а вот эти крупные промышленные игроки они в этих пулов состоят или нет? Неизвестно. На самом деле неизвестно. Но опасность состоит в том, что, если, допустим, крупнейшие три пула сговорятся, то они могут попробовать осуществить атаку 51%. Потому что в топ-3 больше 50. И это тоже проблема, которую можно порешать. Есть так называемый еснетрализованный пул, который информацию о понятно чем тоже хранит в подобии блокчейна, в подобии цепочки. Но еще есть вторая тема, что сейчас комиссия это низкая, а потом будет три крупных игрока, которые начнут как-то сговор делать. И ты никуда не денешься. Но ты можешь любить свою еще одну валюту, да? Нет, надежда только на... Я еще раз не говорю, что надежда только на открытый рынок. Нет, в смысле ты говоришь, если меня доллар не устроит, я все доллары сожгу на счет своих. А меня и клиент пользуешься этой ситуацией. Ты имеешь в виду объединение на уровне майнеров? Ну, смотри, есть группа, я не очень разбираюсь в этом состав, но, грубо говоря, есть несколько крупных игроков, которые обладают большей частью мощности. В будущем это будет, видимо, больше. Есть такая проблема. Им ничто не мешает приговориться, ну давайте не принимать транзакции с комиссией меньше от чем. Давайте мы будем брать по комиссии пол биткоина. Ну, существует множество альтернативных валют, на которые могут получиться. Альтернативные это и есть, но тоже не кружок, но у них те же самые подобные. Еще раз, такой миатор рыночный механизм. Есть, конечно, механизм, который говорит, что нужно стоять меньше комиссий, чтобы получать больше транзакций на обработку, а есть такой миатор механизм, который говорит, что путные игроки на биткоине не будут так делать, иначе они рискуют, просто появится новый гром, который скажет, у меня комиссий в десять раз меньше, и все очень быстро перейдут к концу. Причем, интересно, что от пользователей не будет вообще никаких действий. Он посылает транзакцию с низкой комиссией, и она не прокончит. Просто инфраструктура не нужна слишком большая. Как это же нужна? Извините, сколько эти фермы? Сколько эти фермы? Сколько эти фермы? Сколько эти фермы? Тогда все биткоины уже начнут появляться, и я думаю, да, да, то есть даже сейчас эти чуваки, это же очень дорого оборудования и электричество. Ну да. Нет, но сейчас они получают огромный доход от наград за блок, поэтому им еще не так интересна комиссия, и в ближайшее десятилетие, скорее всего, ну как там, на том графике, там еще... Просто мне кажется, что такая серьезная опасность в том, что децентрализация придет именно со стороны группных игроков именно на майнинге. Ну то есть, будет окей, не децентробанк, а будет там три конкурирующих. Интересная была ситуация зимой, когда крупнейший биткоин-пул приблизился в своей доле, у него был 41, 42, и он официально выпустил для своих пользователей уведомление, пожалуйста, переключитесь на другие пулы, мы не хотим, что у нас было 50%. И у него действительно упала доля до 30 с чем-то, и всего спортовались. То есть, пока есть мнение, что игроки больше заинтересованы в развитии всей их системы, чем в своей прибыли. Поэтому давайте сжаты главные, поэтому давайте последний вопрос. Давайте вот А как технически реализовано то, что тот, кто намайнил, тот не учается? Это, кстати, очень хороший вопрос. Точнее, есть разные способы майнить. Можно запустить официальный майник, одним из параметров которого является твой адрес, но он тупо тянет адрес перечислен. Но поскольку большинство майнинг все равно через пулы, они регистрируются в пуле как на веб-сервисе. Туда вписывают свой адрес, и в качестве реквизитов, куда они майнинят, записывают адрес пула. А уже пулы уже плачут. Значит, он приписал блок и одновременно с этим еще приписал блок про себя и прописал транзакцию. Нет, просто по определению первая транзакция в каждом блоке это транзакция без входящего адреса, которая вычитается тому, кто нашел пулы. Точнее, в пуле стоит оригинальная программа, которая майнинг, которая собирает данные с пользователей и на этот адрес приходит настоящий биткоин, а уже оттуда приходится верить честность пулу. Она распределяется спокойно тебе. У меня один пул сбежал с деньгами. Трустория. Взял и пропал. Сколько было? Нет, пять лайфформов. Это сколько? Сиба 3000 рублей. Был на тот момент, сейчас немножечко меньше. ну вот. Какие дела? Доверяем на реальность. С каким объемом денег можно бежать? Ну, не знаю, можно умножать на сотни пользователей. На миллионы домов. Ну, тогда. Значит, на сотни кто-то домов. Нет, ну, но выдержать. можно найти существенную сумму. по-русски. Ну, Немножечко.